Что там, 4 И какие-то были, помните? Что это за И такие? Теперь уже не вспомните, инновации, инвестиции, что-то еще такое. Боже мой, чувствую себя ведущей передачей в гостях у сказки. Характернейший эпизод, случившийся на следующей неделе. Значит, смотрите. На прошедшей неделе. Какой сейчас месяц? Какого числа? Есть какое-нибудь там время-то еще на эту тему поговорить? Ну, минутки три. Минутки три, хорошо. Кандидаты. Перечислю кандидатов. Ну, в пять. Выборы альтернативные. Манул. Манул. Кошка такая большая. Белый медвежонок. Кто может быть против белого медвежонка? Тигр. Тоже хорошо. Мы тут, опять же, в судьбы лосей особенно углубляться не будем. Хотя про снятие неприкосновенности скажем, потому что это наши дела. При том, что я люблю депутатов. Это мой предмет исследования. Они мои дрозофилочки. Лапусочки мои. Это не козел, это наш сотрудник. Я бы попросила. Снежный барс. И последний, значит, last but not least. Орангутант по кличке Бату. Как буквально до недавнего времени мэр Элисты. Это было, может быть, не самое местное замечание. Радостная пауза в эфире. Нельзя пытаться из этого, так сказать, бревна, кою есть электорат, высечь то буратино, которое тебе максимально симпатично. Ты создашь чудовище. Выскакивает там и говорит. Бату еще нет пока, хотя он уже находится. В обезьяннике. Там написано, режь, воруй, убивай. Про гусей написано. Как уже говорили представители адвокатского сообщества, конечно, максимально это напоминает записку, которую кардинал Ришелье отдал. Это уж совсем карт-бланш на любые преступления против гусей, которые совершены на этой территории. Это уж как-то совсем странно. А что так можно было? А почему вы перестали отчитываться перед избирателями? А лень. И это... Ну это просто красиво. Лень. Опять же, Крышенинников там в соавторах. Сенатор Клишес тот же. Это просто на наши, наши, да... Кайна-авель практически. Вуву, Синьи и Пукси. Российского законотворчества. Это случай так называемого доброкачественного Клишеса. Мы такой одобряем. Вспомним его другим. Любим его не за это. В анекдоте про Чайковского, да. Что могло пойти не так? Там отсылочки, о каким-то там отсылке к опыту, о какая-нибудь экспериментальная часть, хоть графичек какой-нибудь. Но, тем не менее, пока он не внесен в список террористов-экстремистов, ничего подобного с ним произошло и не является физлицом иностранным агентом. С этими иноагентами это какое-то просто поветрие. Хуже ковида. Потому что это такая базовая дикость. Я выполняю свою работу, а мне за это принесли петуха. Это же кормление практически. Да. Открылась щель, суй туда к чергу. А вот это вот ответственность граждан. Ответственность элит создавать такие окна возможностей. У меня есть окно возможностей для еще одного вопроса. Давайте. Он был аж шестиминутный. Позволите нарушить наш прекрасный тайминг. У нас есть минута. Вы управляете временем. Я не сжимаю число, и я забываю их надеть. Мы снимаем это выдающееся видео. Какого числа? Какое число нужно? Почему? 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 Кто его сыграет?